Вдали от наших глаз, под поверхностью Азовского моря, идет нешуточная конкурентная борьба. Два вида морских организмов, азовская хамса и медузы, схлестнулись за пищевой ресурс – планктон. Естественно, они не ведут войну в привычном для людей смысле слова. Медузы не хватают хамсу скользкими щупальцами и не жалят ее ядом. Но пожирая ту еду, на которую претендует хамса, медузы приводят к падению численности рыб. Из-за глобального потепления и связанной с ним засухи, год за годом уменьшался объем воды в реках Дон и Кубань. Они обе впадают в Азовское море. В итоге его соленость стала неуклонно расти. Это, наряду с повышением температуры воды, благоприятно для медуз. С 2007 года, то есть уже 14 лет, их численность увеличивается. Медузам надо что-то есть, а кормовая база с хамсой у них одна – мелкие рачки. Этот ресурс ограничен, на всех его не хватает, поэтому медузы поглощают то, что раньше поедала хамса. Хамсе недостаточно еды для прокорма и ее численность падает. К тому же сами медузы не прочь полакомиться рыбной икрой. Мальки не рождаются, это дополнительно подрывает популяцию. От этого страдают рыбаки, потому что хамса – ценный биологический ресурс. На него приходится львиная доля улова в Азовском море. За 11 месяцев прошлого года там поймали рыбы на 29% меньше, чем за такой же период годом ранее. Тенденция на снижение по Азовской хамсе наблюдается уже не первый год. В этом виноваты не только медузы. Кроме биологических причин играет роль и активный вылов со стороны людей. Азовская хамса теплолюбивая. На зимовку она уходит в Черное море через Керченский пролив. Там к ее добыче подключаются рыбаки Турции, Грузии, Абхазии. Плюс хищные рыбы, для которых она излюбленный корм – сазан, скумбрия, судак. В совокупности эти факторы приводят к сокращению численности юрких серебристых рыбешек. Вернемся к медузам. Как видим, их нашествие не только отталкивает у людей желание купаться в море, но и вредит всей рыболовной отрасли. В медузе страдает не одна лишь хамса, но и молоть остальных рыб. Как же на это реагировать? Выход есть. В современном мире питательные вещества научились добывать из всего, даже из медуз. Если это животное из отряда стрекающих высушить, то полностью оно не испарится. В медузе есть белки, коллаген и эластин, макро- и микроэлементы. Медуз можно вылавливать, отправлять на переработку, сушку и получать из них ценные добавки для кормов сельскохозяйственных животных. Также медузы играют большую роль в пищевой промышленности и кулинарии. Я это сказал не сгоряча. В Азии уже давно и с удовольствием едят саранчу, сверчков, тараканов и медуз. В китайской кухне это традиционный продукт питания седых веков. Съедобен только купол медузы, поэтому щупальца и слизь удаляют. Затем медузу обрабатывают солью, чтобы она не пропала. Вялят ради снижения содержания воды, после нарезают ломтиками и поставляют в розничные сети и рестораны. Самое распространенное блюдо, в которых медуза ингредиент, салат из морепродуктов и суши. В Китае продукция из медуз продается в упаковке, содержащей три пакета. Медуза в рассоле, соус, это рапсовое масло и приправы, кусочки зеленого лука, соль и перец. Перед употреблением необходимо смешать содержимое всех трех пакетов. Продукт имеет хрустящую текстуру, соленый и немного кислый вкус. Добавлю к этому, что вещества, полученные из этих древних живых организмов, используют в косметологии, медицине и даже производстве строительных материалов. Так, коллаген, добываемый из медузы, стал в США основой для создания перевязочных субстанций. Они застывают на теле и заменяют бинт. С их помощью быстрее заживают раны. В Крыму уже задумались о том, чтобы вылов медуз поставить на поток. Цель – экспорт в Азию. Процитирую статью «Медуза – объект для промышленной переработки». Она появилась на сайте Азовского НИИ рыбного хозяйства. В Керченском филиале разработана технология получения пищевого продукта из медузы вида корнерод. Одним из способов обработки является высушивание до хрупкого состояния. Из сушеного продукта возможно приготовление супов. Полуфабрикат перед использованием следует восстановить в воде до образования прозрачных эластичных полосок. Их можно добавлять в суши или салаты из морепродуктов. При другом способе переработки соленую медузу выдерживают в различных соусах, заливках или пряных отварах, высушивают до эластичного состояния. Одним из рекомендуемых гарниров при употреблении такой медузы является рис. Ученые из Владивостока разработали блюда на основе медуз. Их можно продавать в магазинах в готовом виде в упаковке. Медуза в винном соусе, медуза в белом вине со специями, медуза в тминном масляной заливке, морская капуста, фаршированная рисом и медузой. Также в России создана сухая смесь для приготовления полезного экзотического напитка. Порошок из медузы смешивается с экстрактом апельсина или лимона и заливается водой. В Японии из нашей медузы Аурелии Азово-Черноморского бассейна разработан способ получения сладкого лакомства. Медузу трижды погружают в концентрированный фруктово-ягодный сок, а затем убирают из нее влагу. На выходе получают прозрачные эластичные пластинки розового цвета с легким запахом ягод и кисловато-сладким вкусом. В Советском Союзе ловлей и переработкой медуз уже занимались. Это было в 60-е годы на фоне точно такой же проблемы – роста солености Азовского моря. Но в дальнейшем индустрия заглохла, наработанные навыки забылись. Впереди времена, когда два Азово-Черноморских вида медуз – Аурелия и Корнерод – снова станут объектами промысла наравне с рыбой. Сейчас прорабатывается вопрос их добычи в больших количествах. Для этого их добавят в группу малоценных водных биоресурсов и определят рекомендуемые объемы вылова. А дальше – дело за ловцами и переработчиками. Начинать нужно с нуля. Для участников промысла – это новый вид деятельности. Спрос есть, сырья предостаточно. Технологии высушивания тоже давно изобретены. Они трудоемкие, но по капитальным затратам недорогие. На них можно построить хороший прибыльный бизнес. Желаю удачи крымским медузоловам. Чем больше слизистых желешек попадется в сети, тем больше в Азовском море будет хамсы, тем приятнее будет в нем купаться. До свидания.